Всем привет! Сегодня готовлю песочный тортик по венгерскому рецепту. Венгрия это настоящая сокровищница десерта. Попробовать венгерские сладости стоит непременно. Итак, начинаем готовить. Для начала смешаю аммоний с мукой. Затем все ингредиенты согласно рецепта для коржей. Смешиваем в чаше миксера и замешиваем тесто. В муку добавляем не разрыхлитель, а именно аммоний. Он идеально подходит для тонкого теста и многослойных пирогов, потому что более толстое тесто может немного сохранять запах аммиака. Готовое тесто делим на 6 равных частей. 5 отправляем в холодильник. С шестым работаем. Тесто раскатываю толщиной миллиметра два. Вырезаю круг, накалываю вилкой и отправляю выпекать в предварительно разогретую духовку до 180 градусов. После выпечки коржи присыпаю с сахарной пудрой и подрумяниваю. Готовлю крем номер один. Предварительно замоченный желатин взбиваю около 15 минут. Добавляю к нему варенье, продолжаю взбивать. В смесь добавляю сливки и маскарпоне. Взбиваю еще около 7 минут. Готовый крем перекладываю в кондитерский мешок и отправляю в холодильник на стабилизацию. Готовлю крем номер два. Молоко и сливки соединяю, довожу до закипания. В отдельной миске соединяю желток с сахарной пудрой. В эту смесь добавляю частями молочную. После объединения прогреваю, но не кипячу. Снимаю с плиты. Добавляю ванильный сахар, либо экстракт. Добавляю желатин. Добавляю белый шоколад. Все хорошо перемешиваю до полного растворения. Затем добавляю сливочное масло, пробиваю блендером. Добавляю маскарпоне, также пробиваю блендером. Готовый крем убираю в холодильник минимум на два часа для стабилизации. Добавляю масло, в холодильник минимум на два часа для стабилизации. Далее готовлю торт. На первый корж наношу слой сливочного крема. Второй корж украшаю фруктовым кремом и так чередую. Перемазанные коржи отправляю на ночь в холодильник. Утром украшаю песочной крошкой, фруктами и оставшимся кремом. Пробуйте приготовить, это правда очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. До новых встреч, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok